Конечно, тоже на это надеемся, что Бриньоны будут атаковать, как, впрочем, и Тесса Ворли, как Виктория Ребензбург будут пытаться обыграть вот эту самую спортсменку, которую вы опять видите, а это Микаэла Шифрин во время просмотра второй попытки, ну а мы прерываемся совсем ненадолго. Возвращаемся в Зюльден, продолжаем нашу трансляцию, у вас на экранах стартовый протокол второй попытки, ну, как обычно, я думаю, вы все знаете правила, тридцатка стартует в решающей попытке в обратном порядке. То есть спортсменка, занявшая 30-е место, пойдет сейчас первая, и это у нас спортсменка из Великобритании, Алекс Тилли. Что касается, ну, насчет лидеров мы с вами все прекрасно знаем, видели повторы, и, в общем, ситуация понятна. Кого еще можно отметить, друзья? Ну, вот норвежки опять, да, мы отмечали, что в прошлом году вся норвежская команда выступила неожиданно здорово, там, в десятки, четверо. И в этом году двое, опять десятки, и одна спортсменка, отмечу особо, из последних номеров Мария Тереза Твиберг приехала в тридцатку, из последних. Тоже прекрасный прорыв и с очень далеким номером. Еще разочек, табличка победителей. Здесь Зюльденит за последние 10 лет, вы видите, Ворли, Ребензбург, Лара Гуд, которая, кстати, выступает сегодня тоже, само собой, и Файт, и Шифрин. В 2014 году эти результаты нам, в принципе, тоже известны. Ну, и давайте, началась вторая попытка, напоминаю, открытие сезона в австрийском Зюльдене и гигантский слава на трассе англичанка Алекс Тили. Ну, и вы знаете, мы смотрим на технические параметры, ну, старт и финиш, как всегда, не меняются в горных лыжах, это само собой. Вот количество ворот немножко изменилось. На первой трассе было 50 ворот. Поставил Руди Сулар из команды Германии. А вот вторую попытку поставил тренер команды Швеции Пьер Миньотти. И на ней 48 контрольных ворот. То есть на два створа поменьше на второй попытке. Посмотрим, то ли это будет круче, то ли это будет быстрее. Ну, здесь надо разбираться. Вот не всегда меньшее количество ворот приводит к тому, что, мол, трасса становится быстрее. Не всегда. Ну, внизу-то, в общем, достаточно полога. Мы это видели и по первой трассе. И, в общем-то, такая простая постановка. 2.20. 2.20. Ну, в общем-то, похоже, друзья. Похоже. На первой было 1.10, на второй 1.09.90. Почти 1.10. Ну, по времени прохождения, так что сразу мы отмечаем, большой такой разницы, в общем-то, не наблюдается. И вы знаете, вот еще интересный момент. От самих организаторов, вернее, и от специалистов, тех, кто находится в Зюльдене, вот подсказывает мне режиссер трансляции Павел Минин. Всех удивляет, насколько здорово трасса держится. Вы знаете, казалось бы, 9 градусов тепла, представляете, сейчас на трассе. 9 градусов тепла, но в то же время трасса жесткая, трасса такая, в очень хорошем состоянии. Ну, еще один комплимент в сторону организаторов, тех, кто трассу готовил. Молодцы, постарались здорово. Ну, и, кстати, вот я привел пример, что из последних номеров девушка приехала в 30-ку. Это как раз подтверждение, друзья. Если бы трасса была в плохом состоянии, была бы очень разбитая, но никто бы из дальних номеров не показал бы высокого результата. А значит, можно. Вот, по крайней мере, норвежка, да и итальянка Роберто Мелези тоже, не очень известная спортсменка, тоже в 30-ке. Но вот, к сожалению, такого не можем в очередной раз о россиянке сказать. Одна россиянка у нас сегодня стартовала, Екатерина Ткаченко. Ну, к сожалению, 50-е место на первой попытке, проигрыш 4-20. Не знаю, ну, не буду здесь что-то конкретизировать. Сам я заезд россиянки так не успел посмотреть, не видел. Поэтому, как говорится, без комментариев. Подождем, подождем. Ну, мы много лет, в общем-то, многие телезрители ждут результатов от женской команды российской. Мы много лет терпели, потепнем еще чуть-чуть, 2-3 этапа, а там посмотрим. Может быть, какие-то выводы сможем сделать. Согласитесь. Франсиско Грич. Ну, вот австрийки берутся за дело. Шесть австрийок в 30-ке на второй попытке. И вы знаете, ни одна из них не претендует на что-то серьезное. Вот это, конечно, удивительно. Хотя, во время первой нашей трансляции мы рассказывали, да, что там проблемы и травмы. Брунер еще не восстановилась, лучшая гигантистка. Брэм выступает не в очень хорошей форме. Анна Файт пропускает. Зельден, ну, сказала, что еще чуть-чуть не готова, но уже на следующем этапе будет. То есть, видите, целый комплекс проблем в австрийской команде. И сегодня на результаты, надеяться, им не приходится. Конечно, обидно хозяевам, все-таки австрийский домашний этап. Но, что интересно, опять же, тот же новый тренер, Кристиан Миттер, новый тренер женской команды австрийской, он сказал изначально, было интервью. Вы знаете, у нас такая ситуация, мы не претендуем, к сожалению, будем работать, будем прибавлять. Но в Зельдене вряд ли мы что-то можем добиться. Согласитесь, очень редко такое слышишь от тренеров, да? Вот я бы отдаю должное тренеру команды Австрии вот так вот сказать. Вот представляете, да, это же все-таки для некоторого руководства звучит не очень-то хорошо, да? Как это австрийский тренер на австрийском этапе говорит, что, ну, мы пока не готовы претендовать. Ну, молодец, я считаю, молодец Кристиан, что вот так вот откровенно сказал и сказал своим болельщикам, по крайней мере. А в Австрии все болельщики, потому что в Австрии это гранулызная страна, вы понимаете, там все это на первом месте, на первых полосах. Ну, и я абсолютно поддерживаю эту позицию, потому что австрийцев вообще никогда нельзя списывать, друзья. Ну, давайте посмотрим хоть на тысячу лет назад и все время увидим, что команда преодолевает трудности, в команде много чемпионов, много запасных, великолепный второй состав, молодежь. Так что, если есть проблемы, то это, скорее всего, временные. Да, друзья, ну и, конечно, мы же в режиме онлайн находимся. У нас свой корреспондент, это, само собой, в Зольдене Хелен Скотт-Смит. Она постоянно нам присылает свежие новости, и вот она-то как раз на трассе находится и отмечает. Действительно, трасса в отличном состоянии, скорость можно поддерживать высокую. Ну, единственное, вот последние четверо, пяхерый ворот, солнышко притопило, там такой мокрый снег, но, в общем-то, не особо все это влияет на обстановку. Так что, будем находиться все время вот в таком режиме, и с Зольденом мы постоянно тоже на связи. Зибенхофер, второй результат, показывает по сумме двух попыток, 9 сотых, а на Грич уступила. Ну, на Грич, конечно, великолепная попытка получилась, друзья, но мы понимаем, что вот эти спортсменки, которых сейчас мы видим в первых номерах на второй попытке, ну, естественно, не претендуют, да? Ну, конечно, президента, я думаю, вы узнаете, Австрийской Федерации, Петер Широкснадль. Ну, конечно, как президент Лыжной Федерации Австрии мог пропустить этап домашний, тем более тут все неподалеку, ведь от Зольдена тут до Инсбрука рукой подать, а в Инсбруке как раз находится штаб-квартира Федерации Австрийской. Ну и вот эта девушка, которую мы особо отметили, давайте посмотрим, как вторая попытка получится. Мария Тереза Твиберг из норвежской команды. 2.54. Вот столько она проиграла, стартуя 58-м номером лидеру Шифрин на первой трассе, но и сейчас по сумме двух попыток, наверное, станет лидером. Временным мы это понимаем, но да, так и есть, становится лидером соревнований Твиберг, молодец. Ну, посмотрите на нагрудный номер, вы сейчас видите, да, в любом случае, вот какое место, я не знаю, 20-е она будет, допустим, по итогам, да, все равно здорово. Это прогресс, любой прогресс, он приветствуется, тем более такой, как сейчас показала норвежка. Ну, а вот эта девушка, у которой, вообще-то, могли быть и слезы на глазах, да, я к тому, что мы с вами видели интервью, и Бриньоны, и Робинсон дала нам интервью, видим, какое прекрасное у лидеров настроение, ну, в общем, все логично, да, у лидеров оно и должно быть. А вот, я думаю, не до особых улыбок Еве Марии Брэм, обладательница Кубка мира 16-го года, в этой дисциплине, она, видите, сейчас на 25-м месте, на 25-м месте, после первой попытки. Вот это крутая часть, вот, кстати, вот здесь самый крутой уклон на трассе, мы уже об этом с вами говорили, разбирали, и этот уклон 60%, ну, если в градусы перевести, то 30 градусов уклон, ну, достаточно такая стеночка приличная, да, в отличие, вот, от финишной части, ну, посмотрите, сколько проигрывает уже Ева Мария Брэм, да, и такое впечатление, что даже, ну, не знаю, сил, что ли, не хватает до финиша, а, может, физподготовка тоже не на уровне, Смотрите, она всем, практически всем проиграла, кто уже финишировал, да, слабовато для Евы Мария Брэм, прямо будем говорить. Ну, а сейчас первая из немок, это Лена Дюрр, ну, я думаю, Лену Дюрр тоже представлять особо не надо, особенно москвичам, друзья, потому что у Лены Дюр, у него этой немецкой спортсменки, есть в карьере одна победа на Кубке мира, и она была добыта во время параллельного слалома в Москве. Я думаю, вы должны прекрасно это помнить. Ну, она слаломистка, действительно, приличного уровня, правда, спады были, и по два года там подряд выступала ниже, ну, слабовато, надо прямо говорить, так мы, в общем-то, не поняли, никто особо не объяснял, гигант, ну, это для нее вторая дисциплина по значимости для Лены Дюр. Я думаю, что, ну, максимум на 20-е место, вот такой уровень сейчас. Так, смотрим финишное время, Лена Дюрр, ну, да, друзья, мы как и предполагали, многовато она проигрывает, но вы знаете, то, что Лена Дюрр проигрывает, ну, это, в общем, как-то объяснимо и понятно, да, если смотреть все по ее карьере. А вот то, что лидер-то команды Виктория Ребензбург на 10-м месте с проигрышем почти 2 секунды, вот это да. Вот этого мы точно никто с вами не ожидали. Счастливая, да, норвежка так показывает, какие у нее мышцы. Ну, а что, не полидировать-то, да, наверное, и не мечтала, когда увидела стартовый протокол вчера, наверное, посмотрела. Бог-то мой, 58-я, что делать? А вот сидит в кресле лидера. Правда, это будет недолго, скоро ее обойдут. Единственное, что не сможем мы с вами точно сказать, кто, ну, уж точно не Хазар, да? Посмотрите, что со стриками творится, а? Хазар остановилась практически, ну, пошла дальше. Смысла в этом особого я не вижу. Ну, хотя почему? За последнее место ведь тоже одно очко дается. Зачет Кубка Мира. А то, что она будет последней, это уж точно с остановкой-то, да? Еще одно подтверждение тому, что австрийская команда, мягко говоря, не в лучшей форме, да? Но есть еще, есть еще две спортсменки хорошего уровня. Вот при поддержке болельщиков, не знаю, вот почему-то, если сравнивать с другими сезонами, вот, маловато нам показывают. Если вы вспомните, друзья, трансляции, там, двухлетней давности, да, женского гиганта, мы видели, как операторы нам охотно показывали трибуны. Зрители, но вот сегодня как-то в этом плане слабо. Нина О'Брайен, представляющая команду в США. Ну что, молодая спортсменка, 97-го года рождения, Нина О'Брайен. Ну, нужна, нужна. Хотя, конечно, я думаю, вы сразу поняли, но я намекаю на Микаэлу Шифрин, как бы нужна ей поддержка. Она одна, получается, команда сейчас такая совсем, ну, скажем так, немногочисленная, не очень сильная у американцев. Но одна Шифрин чего стоит, да? Ну, вот, может быть, Нина О'Брайен, многие говорят, отзываются, ну, по крайней мере, американцы точно, что очень сильная, перспективная девочка получилась в команде США. Посмотрим. Ну, вот вторая попытка у нее, видно было, парочку таких, ну, необязательных ошибок, это точно. Ну, спишем это все на неопытность. Пятый текущий результат для Нины О'Брайен. Вот, видите, как будто слышат, конечно, режиссеры трансляции, как только мы говорим, мало показывают нам. Вот стартовый городок появился, там даже нововведение, обратили внимание, буфет. Интересно, я думаю, что бесплатный, но не может быть, чтобы в стартовом городке еще и деньги брали со спортсменок, там, за фрукты и соки. Наверняка это такая услуга организаторов очень приятная. Ну, вот видите, вот, казалось бы, все устоялось в горных лыжах, все правила, все, ну, все, как бы, нет, можно придумать. Давно надо было придумать буфет такой на старте. А ведь иногда же холодно, чаю горячего хочется. Молодцы, австрийцы. Андре Элленбергер. Ну, не новое имя. Вот Элленбергер-то, кстати, не новое имя швейцарской команде. Ну, вы знаете, вот этот, наверное, тот случай. Она привлекалась, потом выводили ее во второй состав Элленбергера. Она дебютировала-то достаточно давно, ей, по-моему, уже 26, 26 лет, да, спортсменке. Ну, наверное, как можно охарактеризовать-то вот ситуацию по Элленбергеру? Ну, не хочется что-то такое. Ну, не все могут быть чемпионами, да, вот это практически, не физически, никак невозможно. Чемпионов все-таки меньше всегда, чем общее количество спортсменов. Но вот Элленбергер не получается. Не получается что-то серьезное создать уже давно. Хотя она в составе такой сильной команды, швейцарской команды. А Твибер по-прежнему лидирует, посмотрите, а. Вот это будет прогресс, конечно, сумасшедший у нее. По протоколу Тина Робник. Одна из трех словенок, которые стартуют на второй попытке. Я напомню, вот Тина Робник, Анна Бютик пойдет еще. Ну, и главная надежда, безусловно, команды Словении, это Метахроват. Метахроват на высокой четвертой позиции. А посмотрите, вот глянец, да, мы вот о погоде постоянно говорим. Посмотрите, здесь высота 3000 метров. Ну, вот 2900 уже, да, где идет спортсменка. И вот этот, видимо, ветерочек низкий такой, по низам. Солнце сверху притапливает, и такой глянец появляется. Прям блестит склон. Итак, Тина Робник. В этой части протокола очень плотные результаты. Здесь буквально 30-40 сотых выиграть, и подпрыгиваешь сразу на несколько мест. Вот посмотрим, как Тине-то это удастся. Ну, неплохо. Троим только проиграла. По сумме двух попыток Тина Робник. Уж последний. Ну, точно никак не будет. Спела Претнер, друзья, у вас на экранах. Одна из, ну, тренеров, наверное. Все-таки, честно говоря, не помню, вот последняя какая позиция. Она, по-моему, координатор какой-то команд в Словенской Федерации. Ну, в любом случае, известная спортсменка, очень известная, и спела Претнер. Ну, и видим, как она переживает за своих девчонок. Эмоции, конечно, прекрасно видны. Еще одна австрийка. Катарина Трупе. Хорошая атака, да? Ну, в принципе, у нее такая манера. И с Лалами то же самое. Мы часто хвалили Катарину Трупе за ее напор, за ее смелость такую постоянную. Но вот технических ошибок всегда тоже было достаточно много. Особенно в гиганте у Катарины Трупе. Поэтому вот эта техническая сторона, как правило, и не дает ей в элиту ворваться. Да и, похоже, сейчас она тоже в лидера и выйти не сможет. Да, проигрывает многим-многим. Вы видите, лишь седьмой результат у Катарины Трупе. Но зато другие две австрийки пока, вот видите, мы их так критикуем, а все-таки пока сохраняет второе-третье место Гричи Зиббенхофер. Да-да, друзья, Зиббенхофер, вы не ослышались. Та самая, которая специалистка скоростного спуска. И вот видите, в гиганте далеко не самая худшая. Венди Холденер мы еще разочек вам представляем. Ну, мы уже на первой трансляции об этом говорили, что у заслуженной швейцарки такой слабый список. Да, три победы всего лишь. А Венди Холденер выступает, по-моему, уже восемь лет в Кубке мира. Ну, ей сейчас 26, да, где-то 18 она уже появилась. Ирина Куртони, невидающая Ирина Куртони продолжает свои выступления 34 года и, в общем-то, и незаметно как бы, да. Да, самая сейчас, после того, как Линси, вон, завершила карьеру Фрида Хансдоттера, вот Куртони по возрасту сейчас самая опытная из участниц. И посмотрите, никто до сих пор Твиберг не может обыграть. Фантастика какая-то, а. И Куртони проиграет, причем очень много. Ох ты, а тут какие-то импровизированные концерты, посмотрите, идут на трибуне. Так, и опять у нас спортсменка из Швейцарии, это Мишель Гизин. 16-я позиция, кстати, у нас две спортсменки на 16-м месте с одинаковым результатом. Это вот как раз Мишель Гизин, и сразу за ней пойдет Анна Бюсик. Тяжелейший сезон, да. Прошлый вообще не только для самой Мишель, для семьи. Вы помните, друзья, да, как брат Марк Гизин, какую тяжелую травму получил в Альгардене, да, в прошлом сезоне. Сама Мишель за брата так переживала, что в интервью давала, что, говорит, у меня чуть ли не нервный срыв был после того, как я посмотрела нападение брата, в то время как сама должна была на этой трассе тоже выступать. Ну, там еще и травма потом получилась. В общем, такой скомканный абсолютно был прошлый сезон для Мишель Гизин. Много, конечно, очень у нее болельщиков в Швейцарии, само собой, поклонников. Действительно, одаренная спортсменка, но не даром олимпийская чемпионка в комбинации Мишель Гизин. Ну, я думаю, восстановится. Это не ее уровень, причем она ходит все дисциплины. Ну, сами понимаете, если человек выигрывает комбинацию, значит, с лалом точно умеет ходить. И супер, и спуск она ходит то же самое. Вот видите, ну, вот гигантия. Хотя, неплохо. Для нее сейчас она третья. А, набючек. Словенко. Вы знаете, вот, когда смотришь на славянских спортсменов, ну, может быть, за исключением Мэтта Хрова, иногда такое впечатление, что они до сих пор, хотя уж три года, как завершила карьеру Тина Мазе, они никак не могут отойти. И так им было комфортно, имея мирового лидера в команде, и тренироваться с ней, и подражать ей в чем-то, да, в хороших моментах. Ну, что поделаешь, время идет, рано или поздно все спортсмены завершают карьеру. Ну, вот пока так не блистают, но дружненько выступают славянки. Гиганту одна из лучших, для них дисциплина. Нет, вторая попытка слабая. Давайте прямо говорить для бючек. Да, 14 результат чисто по второй попытке, ой-ой-ой, по сумме 11. И еще сколько спортсменов? Половина у нас только, друзья, половина отстартовала на данный момент. Но эту улыбку мы увидим уже не первый раз. Она сама, по-моему, не совсем верит. Итак, ситуация после того, как 15 спортсменок отстартовали на второй попытке, и мы делаем небольшую паузу. Возвращаемся в Зюльден. Совершенно интереснейшая, красивая гонка. Погода помогает в Зюльдене, согласитесь. Вот на фоне старта еще видите и самолеты тут летают в голубом небе. 24 номер. Лара Гудбехрамия. Всего лишь на 15-й позиции спортсменка, которая здесь, на этой трассе, дважды побеждала, выиграла в 13-м году, выиграла в 16-м году. И что это было, друзья? Что это там было? Такое впечатление, что она вообще флаг схватила, да? Ну, в любом случае, опасный был момент. Ну, какой мощный старт. Ну, представляете самочувствие человека, который давно выступает в Кубке мира, который дважды здесь побеждал, и у нее лишь в очередном новом сезоне лишь 15-е. Я представляю, какие там эмоции, как сама себя ругает, как стремится, в общем-то, Лара к тому, чтобы все-таки, наконец-то, результат показать. Потому что, еще раз напомню, прошлый год был, ну, почти провальным в исполнении Лары Гуд. В гиганте так точно провальный. Ну, так вот. На первом отрезке был еще хороший отрыв, а на финише, вот видите, да, лишь треть. Третий результат текущий Лары Гуд. Ох, какие у нас тут. Какой интересный коллектив, да, на трибунах. Так, вот сейчас нам повторяют. А, нет, друзья, конечно, ворота-то она прошла, все нормально. Это вот чересчур она тут сама перестаралась. Настолько отпустила лыжи, еле восстановила контроль Лара Гуд. Ну, это как раз говорит, вот эта ошибка говорит о сумасшедшем настрое швейцарке, но все равно по-прежнему что-то не так. И сейчас под вопросом попадания даже в десятку Лары Гуд. Вэнди Холденер. Ну, вот посмотрите, Вэнди Холденер, да, у нее 14-я позиция после первой попытки. Это лучшая швейцарка на данный момент. Так что, вот видите, у нас получается, что, казалось бы, самые крупные, самые заслуженные команды Швейцария, Австрия, но не они, не они задают темп, не они диктуют моду сейчас в горных лыжах. Там США, Новая Зеландия, Италия, Словения, Норвегия. Уже 11 мест, 11 спортсменок подряд не могут обойти норвежку Марию Терезу Твиберг. И, судя по всему, у Холденер тоже это не получится. Да, но если бы был второй, да, это бы ладно, а у нее, видите, уже седьмой результат. Вэнди Холденер и норвежка Твиберг лидирует. А вот на этих кадрах, видите, да, ну понятно, мокрый снег, совсем мокрый снег здесь на финише, на остановке. Ну, это чемпионка мира в гиганте у вас на экранах, конечно же, Петра Вылхова. Настрой у нее, но она на монитор смотрит, смотрит на монитор, смотрит, как спортсменки, конкурентки проходят вторую попытку. И Марта Басино. Трое итальянок в лучшей пятнашке. Ну, безусловно, это, как всегда, Бриньоне. Есть еще Марсалия на девятом месте, и вот на тринадцатом месте Марта Басино. Ну, Марта Басино, хотя, вы знаете, Марта появилась, по-моему, чуть ли не в шестнадцать, ей еще семнадцать не было. Был у нее первый старт на Кубке мира, тоже чемпионка мира была в свое время по юниорам. Но это было-то шесть лет назад. Сейчас, на данный момент, у Бриньоне, ой, у Басино уже пять подиумов. Но побед нет. Ну, пять раз была на пьедестале. В прошлом году, по-моему, только раз. Да, третий был на домашнем этапе в Кронплац. Марта Басино. Ну, а сегодня... Нет. Посмотрите. Ну, в принципе, в принципе, вот такие ситуации, когда одна из спортсменок делает отрыв, а потом пятнадцать не могут ее достать. Это, в общем-то, согласитесь, частенько бывает. Если вспомним хоть пять лет назад, хоть прошлый сезон, это не такая уж и удивительная ситуация в горных лыжах. Но все-таки, с другой стороны, надо признать, что та же Басино, Холденер, они, конечно, классом повыше, да, норвежки. Но вот, тем не менее, все складывается так, как мы сейчас видим. Бернадет Шилд. Последний шанс австрийской команды. Ну, что значит последний? Потому что Грич, Франциска Грич молодая, она удерживает до сих пор второе место. Твиберг первая, Грич вторая, Гуд третья. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, наверное, вы знаете, тоже такая супер-мотивация. Огромное желание дома, перед своими болельщиками, отличиться. Такое неприятное, неприятное падение. Неужели? Да вот, да-да, что-то не так, а? Ну, а где врач-спасатель? Это уже моментально надо все это делать. Мы, что-то никто не подходит к австрике. Так, давайте смотреть. Вот здесь уже она на двух лыжах, смотрите, заваливается. И это все в арабское сальто почти превращается. Ну, вообще не так уж все это страшно выглядит, как кажется. Но во время вот этой закрутки, когда я ее переворачивала, могла, конечно, она что-то там повредить. Вот они, австрийки, все собрались на финише. Вот, посмотрите, как она сама себя, в общем-то, направила в полет. Ну, она практически выкручивалась. Перекантовка это называется. Лыжи сработали, и она потеряла контроль. Слишком резкое было движение. Сначала идет зарезка, а потом лыжи выстреливают. Болельщики. Ну, прерваны соревнования, но это понятно, да. Вот там мы видим уже все-таки, хоть и с небольшим опозданием, но уже успели спасатели с врачом. Будем надеяться, что все в порядке будет с австрийской спортсменкой. Ну, а тут посмотрите, какой сервис, какая красота, да. Солнечные ванны, огромное количество различных буфетов. Ну, и вот так вот располагаются болельщики вдоль трассы. Ну, что ж, друзья, прерваны соревнования, поэтому сделаем небольшую паузу. Возвращаемся в Зюльден. Ну, что ж, вот так вот разминается, готовится к старту Микэла Шифрин. Вы видите. Ну, мы расстались с вами на том, что серьезное падение получилось у австрийки Бернадет Шилд. Поэтому сейчас, вот в данный момент такая пауза. В соревнованиях там оказывают помощь австрийской спортсменке Бриньоне. Ну, вот видите, какие модные упражнения с резиной, да. Эту моду еще много лет назад завел Марсель Хиршер. Мы это точно знаем, видели, а и вот потом... Ну, вы знаете, делать то же самое, что Хиршер, это, конечно, не зазорно. Это здорово. Поэтому мы, видим, переняли вот этот опыт многие спортсменки. Элис Робинсон нам с вами представляет. Ну, мы видели интервью, какая у нее была хорошая улыбка. И вы знаете, что мне понравилось, она сказала, ее спросили, а вы волнуетесь, вот так вот борьба за первое место. Она говорит, нет, я, в общем, чувствую себя спокойно. Я уже первую попытку хорошо прошла. А вообще, говорит, мне, конечно, непривычно, так засмеялась, говорит, находиться рядом-рядом с Микейлой Шифрин, это, конечно, прикольно. Вот, девушка молодая, 17 лет, и чувствует себя спокойно в такой битве. Ну, не зря нам, наверное, показывают вот этот спасательный вертолет. И жаль, что его вообще показывают, потому что это, наверное, говорит о том, что все-таки лидер австрийской команды Бернадель Шилд все-таки травму получила. И, возможно, сейчас потребуется срочная эвакуация в госпиталь. Да. Ну, а это следующий спортсмен, который должна стартовать, Сара Хектор. Ну, вы сами понимаете, пока не окажут там первую помощь австрийке, ну, старт не дадут. Она там в пределах трассы находится. Жарко, да, хотя вот некоторые тренерские персоналы, посмотрите, обслуга тут в куртках, даже не раздеваются. Ну, еще раз напомню, 9 градусов тепла, голубое небо, и солнышко прилично пригревает. Ну, вот, Стиернисунд, Стиернисунд, вот она, ее, ну, пока такая невеликая статистика, согласитесь, у норвежки, пока у нее нет серьезных достижений. Не была на пьедестале почета, а и по возрасту еще, наверное, не успела. 23 года, в прошлом году была в десятке на этой трассе. Да, вот это место падения. Бернадер Шилт, там, видите, и жюри, да, вот я смотрю, там два спасателя, врач. Два врача, жюри. Да, заводят вертолет. Ну, те любители горнолыжного спорта, наши телезрители, кто часто, постоянно смотрит, знают эту картину, уже не раз наблюдали. Единственное, что, в сожалению, бывает такое, происходит в основном, конечно, в соревнованиях по скоростному спуску или супергиганту. Ну, вот, видите, бывает, бывает такое и в гигантском слаломе. Ну, в гигантском слаломе, кстати, друзья, скорости доходят до 70 км в час. Ну, это, конечно, не скоростной спуск, понятно, да, где там, может быть, сколько угодно. У мужчин там до 150. Но 70 км в час – это тоже скорость, в общем-то, неплохая, да, тем более, что постоянно в работе, постоянно крутые виражи. И то, что вот получилось с Брэм. Да, это вот площадка зрительская. Ну, нам... Трудно нам оценить, сколько там зрителей, потому что у меня такое впечатление, что многие уже там по кафе там разбрелись. Ну, еще раз повторюсь, организаторы ожидали около 20 с лишним тысяч на сегодняшних соревнованиях. Ну, а пока пауза в соревнованиях продолжается, давайте посмотрим еще разочек на заезд лидера. А лидер у нас Мария Тереза Твиберг, которая прорвалась на вторую попытку с 58-м номером, вторую здорово прошла и до сих пор остается лидером. А у нас осталось 11 спортсменок на старте. То есть худшее место – это 12-е. А вообще, я, не знаю, почти уверен, что Твиберг и в десятке будет сегодня. Ну, активно, да, посмотрите, как флаги атаковало, какой настрой. Прилично, прилично. И вторая попытка получилась классная. 1-07-96. Вот по второй попытке никто быстрее не прошел, естественно. Вот здесь какой, видите, мощный, красивый переход. Ну, а вот это самый спасательный вертолет. Да, ну какая же неудача. Мы только что столько с вами рассуждали о женской австрийской команде, да, я во время первой попытки рассказывал. Ну, давайте посмотрим еще раз на момент падения. Вот, вот, казалось бы, ничего не предвещало. Вот резко она хочет переложиться. Лыжи выстреливают сзади, и она их почти не контролирует. Но еще раз повторюсь, вот на этих кадрах, ну, трудно сказать, что там, какое было подтверждение. Такие падения бывают нередко. Ну, не всегда это приводит к травме. Вот так вот выглядит общая панорама вот этого ледника, который называется Реттенбах в Зольдене. Кстати, здесь два ледника. Они оба такие красивые, похожие. Есть еще ледник Тифенбах. Ну, к нему надо вот по дороге налево в туннель, и там выезжаешь на такую шикарную панораму, поверьте мне, друзья. Но вот соревнования проводятся именно на Реттенбахе постоянно. Ну, здесь потому что параметры. На втором леднике там поположе трасса, не так хороша для Кубка мира. А вот эти параметры, вот эта и трасса на Реттенбахе, они оптимальны, конечно, для гигантского славома. Тут и полога, и крутое, все что угодно, да? Ну, посмотрите, как работают доблестные австрийские спасатели. Ну, тут профессионалы высшего уровня, у них все отработано, все отлично. Да, не ожидал никто, что вот такая пауза. И посмотрите, вот этот момент интересный, я просто, ну, многие знают, я напомню, видите, ботинки горнолыжные откладывают снегом. Это мы уже видели сотни раз. Дело в том, что ботинки горнолыжные, они пластиковые, верхний ботинок, и он в теплую погоду, а сейчас почти 10 градусов тепла, он размягчается, понимаете, становится более мягким. А это спортсменам очень не нравится, и видите, они даже иногда готовы ботинки в снег закопать, лишь бы они охладились. Да, вот уже все, видите, вот специальная такая акеа, специальная для транспортировки пострадавших на горнолыжных склонах. Ну, и буквально через 5 минут уже в госпитале будет. Бернадет Шилд, и, конечно, пожелаем ей, пожелаем ей, чтобы травма оказалась несерьезной, но в любом случае выздоровление. Так, вертолет улетел, а это значит, что старт будет дан вот-вот. Ну, а так как еще пару минут, наверное, пауза есть у нас с вами, друзья, давайте. Какую тему мы еще не обсуждали сегодня? Ну, наверное, как обычно в начале сезона, давайте пару взглянем на весь календарь женского Кубка мира. Там, в общем-то, календарь достаточно интересный, календарь, ну, есть, конечно, старты привычные и по датам, по месту проведения, а есть, в общем-то, и такие новшества. Вот еще раз, вот это злочастное падение Шилд. Так вот, что касается календаря, ну, Зельдин сегодняшний, да, достаточно большой перерыв чуть менее месяца до следующего этапа Кубка мира женского, который пройдет в леве, ну, впрочем, как и мужской, там будет с лалом, это нам с вами привычно. Единственное, что такой разрыв, почему между первым и вторым этапом, да, финские организаторы попросили организаторов Кубка мира еще на недельку позже проводить, потому что, помните, два года назад, даже в Финляндии была жара и не было снега, вот подстраховались, поэтому следующий этап аж 23-го у нас ноября с лалом в финском леве. Ну, а потом, похоже, все, как было в прошлом году, американское турне, будет Киллингтон, с лалом и гигант, потом Лейк Луис, скоростные дисциплины, потом возвращение Европы Куршевель, Вальдезер, Линс, это те все этапы достаточно традиционные, январские тоже. Ну, вот единственное, февраль месяц, он достаточно необычен по списанию, а все потому, друзья, что нынешний сезон, как у мужчин и женщин, понятно, одинаково, он без Олимпиады, мы это прекрасно знаем, и без чемпионата мира. То есть только Кубок Мира, который вот, начиная с леви, пойдет без перерывов до конца марта аж, до конца марта, без перерывов. И 42 старта, представляете, во всех дисциплинах запланировано у женщин. Сумасшедшее число, 42 старта, и скоростной спуск, и супер, и комбинация, 4 комбинации в календаре, как никогда много. И параллельный гигант, и параллельный с лалом, ну, в общем, событий будет у нас с вами этой зимой хоть отбавлять, как говорится. Так, ну что, вот наконец-то завершилась вот эта неприятная пауза из-за травмы австрийской спортсменки, и соревнования продолжаются. Сара Хектор, единственная представительница шведской команды на второй попытке, да, немножко удивительно. Ну, а тут опять мы вспоминаем железную леди, конечно, Фриду Хансдоттер, которая, кстати, присутствует здесь. Мы видели ее на финише, и показал нам оператор, Фрида Хансдоттер завершила карьеру, и вот... Но, Фрида, давайте говорить честно, она олимпийская чемпионка с лалами, и с лалом у нее был великолепный, а вот гиганта, ну, так, в десяточки, не на пьедесталах. Ну, все равно даже при этом она была лидером, безусловно, и вот сейчас Сара Хектор попытается в десятку попасть. Посмотрим, как это у нее получится. Смотрите, запас, да, как тает. Тает запас 61 сотый. Приличный запас, да? А уже он растаял, уже растаял, и начинается отставание, причем серьезное. У такой сильной спортсменки, как шведка Сара Хектор. Борьба двух спортсменок из Скандинавии, посмотрите. Триумф Твибер и ужасное поражение Хектор. Только десятое место для Сары Хектор. Это текущее, конечно же, потому что мы ожидаем сильнейших. Они все еще на старте. Но вы знаете, сильнейшим все-таки вот эти слова, которые мы все время повторяем о том, что очень тепло, но трасса хорошая, друзья, все равно немножечко разбиваться начинает. Давайте это честно говорить. И шансы... Ну, конечно, кто-то из первой пятерки выиграет этот этап. Как-то мы не сомневаемся, но тем не менее. Итак, Виктория Рэббинсбург. Лишь десятый результат у спортсменки, которая, как правило, в Зюльдене отлично выступает. Дважды побеждала она тут. В прошлом году была второй Виктория Рэббинсбург. Но вот сегодня, видите, первая попытка не дадалась. Друзья, ну вот кто еще должен обойти норвежку, которая сенсацию уже такую совершила? Как не Виктория Рэббинсбург? Согласитесь. Да и запас у нее большой. Шестьдесят семь сотых после первой попытки. Крутяк. Немножечко выпадает из ритма. Немножечко выпадает из ритма. Я не знаю, почему Рэббинсбург. Опа, сравнялись. И пошла та же самая картина. Посмотрите, даже Рэббинсбург не может Рэббинсбург обыграть. Или может все-таки на последних метрах отыграется. Да похоже нет. Ой-ой-ой, восьмой результат. Что творится, друзья? Ну пока, не знаю, как будет дальше. У нас уже лучшая десятка началась после первой попытки. Но вот девушке все шире и шире. Улыбка, да? И румянится больше и больше. Ну и, друзья, ее можно понять. Еще раз напоминаю. 58-й номер стартовый. А она в десятке уже. Она уже точно в десятке. Вот на каком месте. Может, она так и до педестала доберется. Вот-то сенсация будет. Еще одна итальянка. Франческо Марсалья. Девятое место. После первой попытки. Франческо Марсалья. Давайте внимательно еще посмотрим и, конечно, за выступлением, за техникой Марсальи, но и за состоянием трассы. У нас это все больше и больше. Перед тем, как пойдут сильнейшие, нас это начинает, конечно, все больше интересовать. Согласитесь. Справедливо. Да, 9 градусов. Я просто еще раз проверил. Температура воздуха в Зюльдене. На трассе имеется. Друзья, в Зюльдене, в самом поселке Зюльден, внизу, да, на высоте 1500 метров, сейчас 20 градусов тепла. Ну, на леднике, конечно, но, правда, ненамного прохладнее. Ненамного. Да, Марсалья проигрывает еще больше, чем Ребензбург. 19-е место. Ну, это просто уже даже трудно комментировать, друзья. Ну, то, что ухудшились условия вот сейчас, особенно вот эта пауза, когда эвакуировали Бернадет Шилд, она, конечно, повлияла. Ну, заметно. Я вот вижу, что и размекает, размокает трасса на глазах. И еще становится фактор скольжения лыж очень сильным на финише, друзья. Но там опытные сервисеры, они должны четко отслеживать, потому что очень мокрый, влажный снег. На финишной части там можно и прилипнуть, если плохо приготовлены лыжи. Но, не знаю, вот посмотрите, Твиберг и Грич, никто их не может обыграть. Уже в 17 спортсменок подряд не могут подобраться вот к этой парочке. Твиберг и Грич, австрийка. Фантастика. Ну, у нас не будет рекламной паузы, как это бывает обычно перед лучшей восьмеркой. Вот кадры. Ну, опять нам решили показать, как эвакуируют. Ну, вертолет спустил уже на нижнюю площадку, вы видите, австрийку. И они явно ждут скорую помощь. Дальше на машине уже наверняка она поедет. Ну, вот, кстати, ах, какая красота в исполнении норвежки. Чистенький, посмотрите, вот на повторе, да? Что значит классное скольжение? Одна тоненькая линия осталась из-под лыж. А это молодая Франциска Грич была, и это уже Лара Гуд. Вот она, общая панорама. Ну, вы видите, тепло, да? Вот сам ледник. Солнце по-прежнему светит и пригревает. В том числе и стартовую пологую вот здесь видно. Ну, и продолжается у нас гонка. Итак, следующая опять норвежка Теа Луиза Стернесунд на трассе. Восьмой результат. И посмотрите, одна норвежка на трассе, одна норвежка уже на финише с лучшим результатом. И разница у них, ну, приближается к секунде. 88 сотых. Такой показательный момент. Вот неужели даже такого запаса не хватит второй норвежской спортсменке, чтобы показать лучший результат? Ай-яй-яй, 39, 89. Какая огромная разница, да? Между первым и вторым отрезками. А на третьем уже секунда. Ой-ой-ой. И ведь не скажешь, вот смотрим на Стернесунд. Да здорово идет, старается, старается чисто. Темп хороший, все. Да. Фактор трассы влияет. Давайте говорить прямо. Влияет. Но не настолько же, а. Почти две секунды. Если учесть, да, сколько на первой она выиграла и во второй проиграла. Чисто по второй трассе, я вот смотрю, Стернесунд проиграла 2.27. Чисто по второй попытке. Ой-ой-ой. Как обидно, да? На домашнем этапе, на первом старте сезона и получить травму Бернадет Шилт, а? Ну, травма-то в любое время она обидна. Но вот в такой ситуации вдвойне, наверное. Ну и сейчас у нас Петра Вылхова. Три победы в прошлом сезоне в Гиганте и звание чемпионки мира. Дорогого стоит. Ну, если брать Гигант, с Лалами да. С Лалами Шифрин была просто наголо выше. Даже Петра не смогла. А вот в Гиганте-то давайте посмотрим. Еще разочек, короткий взгляд на прошлый сезон. Вот так и по победам, и по заслугам-то практически одинаково было. У Вылхова и Шифрин в Гиганте. У той Кубок мира, у этой золотая медаль чемпионата. И она уже растеряла все преимущество. Вылхова растеряла все преимущество. Второй отрезок уже в красной зоне. Третий отрезок уже полсекунды. Ну, Петра почему-то не работала в стойке. Надо было раньше. Почему нижнюю часть вообще в стойке надо проходить? Ой-яй-яй. Девятый результат у Петры Вылховой. Ну и согласись, друзья. Не ожидали мы, да? Ну, понятно, что на первой трассе, пожалуй, только, ну, может быть, Робинсон, да? Хотя не такая уж огромная сенсация. А так все раскладывалось как-то нормально, да? А сейчас мы видим, что происходит. Вылхова финиширует девятая по сумме двух попыток. Холденер десятая. Ребензбург восьмая. То есть полное пока крушение авторитетов. Робинсон на разминке. Сейчас вы видите. Ну, а стартует у нас Тесса Ворли. Победительница прошлогодних соревнований на этой трассе. Тесса Ворли. Двукратная чемпионка мира. Ну, экс-чемпионка мира. Понятно в этой дисциплине. 1.30 у нее запас над норвежкой. Ну, вы знаете, мы уже столько акцентируем на это внимание. Уже кажется, что и 1.30 даже для Тессы Ворли может не хватить. Ну, должна, должна же как-то уже такая элитная спортсменка обыграть норвежку по сумме двух. Я не имею в виду даже уже по второй трассе. По сумме двух лишь бы обыграла. Ну, хороший темп. Хороший темп. В отличие от Вылховой. Да, 90 соток на последнем отрезке хватит. Хватит, хватит. Надеюсь, лыжи-то скользят хорошо. Хорошо там правильно подмазали на такую теплую погоду. Да, вот первая, причем в хорошем отрывом, первая, кто норвежку вот этого обыграла у нас Тесса Ворли. Друзья, ну что, не расходятся, да, разговоры с делами у Тессы Ворли. Помните интервью в начале нашей первой сегодняшней трансляции, когда Тесса сказала, я особенно люблю вторые попытки, погоню за победой. Именно в вторых попытках все решается. Ну, вот видите, она и показала это. Правда, чисто вторую она проиграла, у нее лишь четвертый результат, но сейчас это уже не важно, сами понимаете. Сейчас важна только сумма двух попыток. И здесь без вопросов в Ворли первая. Так, ну что, ситуация становится очень интересной. Она и была интересна, это согласитесь, друзья. Но сейчас супер, потому что еще одна норвежка на трассе. Посмотрите, какие чудеса норвежки сегодня творят. И это опять же в отсутствие лидера команды. Я уже говорил, что Рагенхильд Мо Винкель, лидер, многолетний лидер норвежек, она еще не восстановилась, она еще испытывает проблемки. Но присутствует здесь, поддерживает команду, присутствует Зюльда Нему Винкель. Мы это знаем точно. Но как она могла остаться в стороне, хотя и будучи травмированной, да, и поболеть за своих, поддержать. Так, но сейчас уже никаких запасов. Вы видите, всего лишь 18 соточек. Была разница на первой попытке между Ворли и Холтман. Ну что, второй или третий результат вполне мог бы получиться при таком исполнении у Холтман. Вторая, браво! Хороший день для Холтмана и великий день для норвежцев. Пока на данный момент, согласитесь, потому что Ворли первая, но потом две норвежки. И остается у нас всего лишь четыре спортсменки. Да, четыре, но зато какие. Ну, конечно, в норвежский лагерь нам показали. А вот эта блондинка у вас на экранах. Это первый номер уже славянской команды. Метах Роват. Между прочим, родом из Краинской горы, друзья. Но когда мы говорим Краинская гора, я думаю, все любители знают горнолыжного спорта, насколько знаменит этот центр, где постоянно, начиная с самого основания, с 67-го года проводится Кубок мира. Метах Роват. Всего лишь 20 лет. Ну, 21, по-моему, ей совсем скоро исполняется. Один подиум есть. Один подиум есть у Славянки. Ну, это, конечно, вопрос только времени. Судя по тому, насколько талантлива девушка, то подиумов должно быть у нее в будущей карьере. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзья. Ну, как вот. Все прошло. Ну, все. Самое трудное на крутом. И умудрилась вот перед финишем на пологом упасть. Ой, мы видим, какой снег-то мягкий. Вот на замедленном повторе видно, что лыжи немножко тонут. Вот посмотрите, да? Вот видите? Еще она перегрузила. Перегрузила внутренние лыжи. Внутренние лыжи подбила внешнюю. И в результате падения. Ну, для на пологом... Ну, молодежь такие. Вот это... У спортсменов с опытом это реже увидишь. Молодежь пока еще вот такие вещи себе позволяет. Ну, что, еще на одно место подвинулись вверх. Ворли и две норвежки. И у нас начинается... Так, а что? Что тут нам все вертолеты-то показывают? Уже не нужны нам вертолеты. У нас разборки идут. Главное... Борьба за победу. Уже в прямом смысле слова. Потому что три лучших после первой трассы. Три лучших. И первая из них... Федерико Бриньоне. Второе место в прошлом году. В интервью сказала нам, что не очень довольна первой попыткой. В принципе, чувствует себя хорошо. Но считает, что недопустимые были по марке. Обещала исправиться. Вот посмотрим, как это у нее получится. Вот здесь немножечко не прилипать на выходе. Очень важный момент. На этих самых крутых. Я напомню, вот здесь 60% уклона. И вы видите, как круто расставлены ворота. Ай-яй-яй. 48 сотых отставания. Ну, надо-надо бороться. 48 сотых отставания. Это второе место. Это все равно здорово. 49. То же самое. Чуть-чуть добавить, чтобы Холтман обойти. Не очень хорошо. Мне не понравилось, как она скользила на последних воротах. Но третья. Все-таки третья. Норвежке она проиграла. Да. Вполне может не попасть на пьедестал. Федерико Бриньоне. В обоих попытках мы видели помарки. Да и сама Анна не отрицает. Бриньоне она в этом плане молочина. Все время в интервью честно все говорит. Элис Робинсон. Огромнейший запас на ТЦ Ворли. Посмотрите. Секунда с лишним. Это очень много вообще. По теперешней конкуренции в женском гиганте. Секунда 10. Но трасса. Трасса все-таки немножко подразбилась. Трасса немножко стала мягче. Так что и у Робинсон, и у Шифрин условия чуть-чуть похуже, чем у тех, кто стартовал в первых номерах. Но на тоне и чемпионы, чтобы удержать свое преимущество. Смотрите. Темп отличный со старта. Вообще ничего не проиграла. Сейчас очень важный вот этот второй отрезок, который на крутом. Молодец. Тоже большое преимущество. Немножко вот здесь по траектории уже видите. Вот эти ямки, они даже к флагам иногда не дают подъехать. Вот эти накатанные колеи. Ну, здесь хорошо. Накатывает в хорошей стойке. Посмотрите по сравнению с Вылховой. Вылхова чуть не во весь рост тут шла. А Робинсон-Молочинов в низкой стойке все откатило. Ну что, минимум вторая. В худшем варианте вторая. А в лучшем победительница Робинсон. Друзья, ну мы знаем, вот если взять эту маленькую, далекую, новую Зеландию. Ну что про нее рассказать? Ну, наверное, все знают, что там лучшая в мире рэгбийная команда, да? Сумасшедшая рэгби. И так придумать что-то еще даже трудно. И вот представляете, оттуда... Кстати, родилась-то она в Австралии. Она в Сиднии родилась. Но потом переехали не в Новую Зеландию. Представляет 17-летняя спортсменка. Ну и теперь все зависит от Шифрин. Как это уже очень часто было в последние годы в женском Кубке мира. Микола Шифрин стартовала. Ну, с другой стороны, да, вот по возрасту разница у них в 7 лет. Но это еще ладно. Вот такое все-таки неравное, согласитесь, борьба. У Шифрин идет по трассе, у которой 60 побед в Кубке мира. И 17-летняя Новозеландка на финише, которая вообще в Зельден первый раз приехала. Ну а что, может, у нас новая Шифрин. Это еще молодая, еще и новая появляется. Но не будем с такими выводами. Для этого надо много сделать. Пока. Но Робинсон все равно, конечно, поражает, согласитесь. И проигрывает одну сотку, буквально одну сотку. 18 сотых на последнем отрезке проигрывает Шифрин. И неужели, неужели Новозеландка будет триумфатором в открытии сезона? Умеет, умеет любые участки ходить Шифрин. Но проигрывает две сотых, друзья. О, это невозможно, друзья, это невозможно. 17-летняя спортсменка из Новой Зеландии обыгрывает Шифрин. И становится победительницей открытия сезона в Зельдене. Чудеса. Теса Ворли все-таки на подиуме. Несмотря на неудачную, прямо скажем, первую попытку. Норвежка Хольтман четвертая. Бриньоны уже пятая. И еще одна норвежка Твиберг на шестом месте. Вот это развязка. Вот это развязка, друзья. Шифрин, вы знаете, она улыбается, но она как-то, ну так, по-моему, еще не совсем поняла. Не очень-то ей хочется это принимать, да, то, что она молоденькой девочке только что проиграла. Ну, вы знаете, друзья, я думаю, для нас с вами это, в общем-то, такой символичный, интересный момент, а? Ну, нам хочется же с вами, давайте скажем прямо, чтобы была постоянная, чтобы не постоянно выиграла Шифрин. Она, конечно, прекрасная спортсменка, талантливая. Но если она будет наглой у всех сильнее, наверное, будет, может быть, и не так интересно. А так, посмотрите, какая сегодня интрига получилась. И это только первый старт в сезоне. Что же будет дальше? Тесса Ворли у вас на экранах. Ну, улыбнись, улыбнись, ладно. Все равно на пьедестале. В прошлом году выиграла Тесса, а сегодня мы ее поздравляем с третьим результатом. Вот, панорама. Да, тут камней, ну, болельщиков больше, чем камней, вот тут на этом склоне. Микэла Шифрин. Вторая сегодня, она уступила, по сумме двух попыток, шесть сотых, далее секунды, вот этой новой, ну, теперь уже можем, говорит, звезде. Можем, наверное, имеем право, потому что все-таки она там не то, что близко, как мы раньше говорили, она уже первая на этапе Кубка мира. Элис Робинсон, друзья. Ну, и, конечно же, фото, обязательное фото для корреспондента. Субтитры создавал DimaTorzok.